так всем привет сегодня хочу рассказать вам как пользоваться мультитестером или как мы его проще называем тестер ну для тех это видео кто скажем так приобрел или хочет приобрести эту полезную вещь для себя и хочет научиться как им правильно пользоваться ну что я чудо посмотрел на ю тубе там есть отдельные ролики как пользоваться одной функцией другой функцией полностью весь его функционал не в одном видео чтобы именно в одном видео раскрытые что-то не нашел и хочу вам показать все его функции и достоинства он заменяет множество приборов вы знаете такую ситуацию в жизни когда нет прибора и вроде как-то и живешь без него а когда купишь попользуешься и думаешь как я раньше для него существовал так вот одним из таких приборов является тестер или мультитестер и так у нас имеется тестер два щупа когда вы распаковали первым делом нужно правильно подсоединить щупы у нас есть четыре входа вот черный щуп черный щуп обязательно втыкаете в гнездо 1 написано ком он у нас всегда здесь остается постоянно моего больше никуда не переключая красный в это гнездо тут написано в вольтаж и это измерить измерение сопротивления для для первого раза мы сейчас для первого скажем так урок или как ставим его здесь в этом гнезде мы измеряем вольтаж сопротивление прозваниваем и чистоту частотомер а в этих гнездах измеряются сила тока только сила тока и все здесь миллиамперы здесь уже амперы так так дальше 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 теперь при использовании этого прибора если вы хотите например замерить напряжение выставляете всегда сначала максимально максимальное значение например переменный ток хотите померить в розетке переменный ток выставляете стрелку и на 200 никогда а 750 потому что на 200 может и не сгореть но скорее всего он у вас испортится всегда чтобы вы не замеряли выставляете сначала максимальное значение ну а потом уже убавляете стрелку на меньшее там у вас просто будет на экране перепрыгивать запятая вот но это только не относится к измерению сопротивления а так ну и конденсаторы микрофарады замерять сейчас я вам покажу как это делается так мы начнем самого простого эта функция заменяет короче она заменяет она просто прозванивает то есть вот замыкаем цель замкнута сопротивление 0 вот теперь если вам надо прозвонить я не знаю например лампочку и горит у вас лампочка вроде спираль целая замыкаете один на цоколь а другой сюда вот у вас показывает сопротивление 322 323 ома у лампочки но это лампочка с холодильником я не помню 325 ом ее сопротивление дальше 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 теперь например если у вас не работает электродвигатель также можно проверить если обрыв в обмотке опять же подсоединяете и вот вам показывают сопротивление вашего двигателя 553 ома сопротивление то есть он целый он у него нет никаких обрывов и теперь если мы будем перещёлкивать шкалу нашу просто будет у нас двигаться , так он вообще даже не показывает вот ставлю на 2000 он и получается 05 то есть 500 то же самое 553 просто здесь 0 перед запятой дальше , передвинется 053 получается тут уже 05 покажет даже 0 3 показывает ставим опять на прозвон теперь если двигатель еще бывает прогревается обмотка и плавится короче и замыкает на корпусу также для прозвонки один оставляем любой в провод воткнутый а другой на корпус видите у меня ничего не показывает на замыкание никакого нет это хороший целый двигатель рабочий вот так теперь сейчас все покажу вам как прозванивать прибору у которых большое сопротивление вот катушка с магнета в ней много тысяч витков и она на прозвонки она ничего не показывает и если у вас вот так вот какой-то прибор или что показывает это не обязательно что там обрыв надо просто опять же потихоньку по разу перещелкивать и пробовать пока вы не дойдете до того сопротивления которые у него есть я поставил 20000 он вот пожалуйста 5000 у него сопротивление поставить на 2000 не показывает ничего ставим до 20 то есть если на 2000 не показывает значит сопротивление у него больше чем 2000 ставим на 20000 ну кило ом вот пожалуйста 5 кило ом у него сопротивление и также сама проверим на замыкание вот пожалуйста она забыкает с сердечником это катушка так это есть теперь еще можно тестером проверить даже свое сопротивление вы наслышали о том что разных людей бьют по разному током электричеством кто-то 220 может руками держать и то есть ну терпимо а кого-то это просто убивая сейчас я вам покажу как можно измерить сопротивление свое своего тела тестером берете просто этих два щупа двумя руками вот так двумя пальцами вот пока ничего не показывает так 200 кило тоже не показывает 2 мегаом а вот пожалуйста сопротивление моего тела 09 но почти 1 мегаом до 1 моего тела я уверен что если вы дома также попробуйте вот запомните эту цифру сделайте дома у вас будет по-другому у каждого человека свое сопротивление вот и я не помню получим больше сопротивления тем меньше бьет током или наоборот это я точно не помню если интересно спросите уже у яндекса какую сторону это так с прозвонкой мы разобрались дальше идем забираем вольтаж следующая шкала наша идет это вольтаж постоянный ток вот это вот полосочка с точечками это означает постоянный ток а вот это вот волна означает переменный ток покажу как замерить ну например батарейку опять же на батарейке вы знаете что тут полтора вольта поэтому можно смело ставить 2 вольта чтобы замерить теперь если поменяете плюс минус вот это плюс вот это минус красный плюс если а здесь плюс у нас здесь на батарейке всегда сверху на этой пипке можно поменять местами это ничего страшного просто покажет минус видите минус минус 16 вольт а ну это короче 16 вольт и даже больше чем заявлено на на упаковке скажем так больше полутора вольт это новая батарейка она сейчас показывает больше полутора вольт вот если мерить и например автомобильный аккумулятор опять же автомобильный аккумулятор замеряется тоже или зарядные там разные для телефона везде где есть постоянный ток ну вот например автомобильный аккумулятор 12 вольт значит 2 вольта никогда не ставьте потому что можете спалить надо сразу ставить 20 то есть до 20 вольт вы уже заберете но и опять же поставив на 20 вы можете спокойно заберете батарейку простого , длинница вот 164 то было тут три цифры вот вот и запятой три цифры показывает оставите на 20 будет две цифры то есть не страшно если вы поставите большую цифру и вот пожалуйста показывает полтора вольта уже вот так с этим разобрать постоянный ток разобрались переменный ток переменным током тоже фокусы есть ну например чтобы замерить напряжение в розетке опять же 200 не ставьте ставьте 750 и вам покажет 220 или сколько у вас сети также эти щупы уже не играют роли хоть так хоть так тут минуса не будет потому что он переменный ток там нет плюса минуса он играет с частотой 50 герц на 50 скачков в секунду меняется местами поэтому там плюсов комет так дальше 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 еще вот на некоторых тестерах здесь здесь 750 написано еще хай хай вольтаж то есть высокое напряжение измерять я один тестер проверяя напряжение вот на этой катушке спалил просто к ней батарейку подсоединил и хотел померить какой с нее выйдет напряжение у меня сразу быстро сгорел так что аккуратнее 220 мерить и 380 можно мерить запросто ну больше лучше не балуйтесь сильно высокое напряжение его убивает так следующий у нас идет частотомер но частотомер это надо моторчик подключать и короче короче это бесполезная функция скажем так для радиолюбителей где-то еще микросхемах мог можно но радиолюбителей учить не мне потому что я еще там не али сильно для тех кто приобрел тестер для повседневных нужд частотомер он вообще не нужен так что пропускаем моего так теперь конденсаторы вот микрофарады замерять вот это вот гнездо вот это вот это микрофарады замеряются сюда вставляются усики от конденсатора и вам показывают на табло сколько микрофарад у вас на конденсаторе потому что я бывало некоторые работы с ютуба повторяю дома вот микросхема сделано все вроде как на глазах у тебя все сделали а ты тоже самое собираешь обе не получается а потом замеряешь конденсатор на котором написано например 200 микрофарад на самом деле не 200 а 150 или еще сколько ты возможно из-за него уже будет сбой системе и работать не будет а вы думаете что он целый потому что если например конденсатор можно просто позвонить смотрите он берет себя заряд и показывает время его прозваниваю с этим большая емкость не получится вот пожалуйста он показал 0 65 сейчас меняю местами он опять покажет 0 65 будет 0 то есть завод разряд прошел то есть он вам показывает что он рабочий однако вы не знаете сколько здесь на самом деле у него емкость потому что за заявлено 200 микрофарад и теперь мы включим и посмотрим сколько на самом деле написано 200 значит мы поставим сейчас вот на 200 микрофарад я поставил все на 0 вышел тестер теперь смотрите вставляем а вот вот они усики как они заводские есть его вставляем в эти прорези гнездо пожалуйста у него ну почти 190 микрофарад но никак не 200 хотя это новый куплены осенью но он стоял правда уже на электродвигателю запускал электродвигатель ну не мог так быстро высохнуть скорее всего вот такой с магазина это просто проверка для того что если вы берете конденсаторы где-то со старых радио дитну плат короче конденсаторы имеют свойство высыхать с годами и емкость у них уменьшается поэтому имейте ввиду если вы будете что-то где-то делать обязательно нужно прозванивать и смотреть чтобы ну что возможно вот если вам нужно 200 микрофарад значит с этим конденсатором нужно еще добавить 10 микрофарад другой конденсатор тогда будет 200 подсоединяются они параллельно последовательно работать не будут так тоже с емкостью разобрались следующее у нас пошла сила тока сила тока теперь это постоянная сила тока то есть батарейки аккумуляторы и так далее опять же смотрите милиамперы написано так пальцем показать не буду ладно вам так вот миллиамперы и вот у нас никто под миллиамперы это под амперы ампераж а это миллиамперы то есть начинается шкала 2 миллиамперы 20 200 и потом 20 ампер тут то же самое переменный ток 2 миллиампера и пошел-пошел то есть если например надо нам замерить а пираж батарейки вот который мы сейчас мерили вольтаж для того чтобы заверить амперов батарейки написано на ней нет даже если написано не будем считать что не написано для этого нам нужно красный теперь красный обязательно красный переключить в мире амперы так нет попробую сначала на амперах лучше потому что я не прозвонил не знаю можно же ставим 20 так батарейка постоянный ток значит тут будет постоянный ставим вот он постоянный ток черточка и точечки к также и на вольтаже на напряжении волна это означает переменный ток и теперь проверяем минус подключаем и плюс у нас показывает полтора ампера батарейка выдает полтора ампера ток полтора ампера это все равно что 1500 ампер мили ампер да правильно она же пирса по моему ты 1400 1500 я здесь не вижу не вижу здесь нету нету написано зарядного вам показать миллиампер и ну да ладно я думаю вы поняли как определять сначала ставьте всегда максимально ставите на амперы прославлю тестируете если запятая далеко стоит тогда уже переключаете меньше 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 и вам выдаст точно сколько есть потому что сейчас вот выдала здесь полтора ампера батарейка это значит если я включу на 200 миллиампер у меня тестер может сгореть но его можно держать и не помню 10 или 15 секунд амперы проверять никогда не проверяйте амперы больше 10 секунд то есть или зарядное хотите проверить или что посмотрели цифру она успокоилась устаканилась на и на экране на дисплее и все сразу щупы отключаете потому что может перегореть предохранитель которая здесь стоит ну амели ампер это они проверяются это вот зарядное устройство можно проверять с телефона и так далее там там уже миллиамперы то же самое с переменным током если у вас где-то есть например трансформатор без диодного моста без конденсатор ну короче без него дом моста голый конденсатор то на нем силу току проверяете уже на переменном так 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 но и остались транзисторы входы под транзисторы но это тоже для радиолюбителей если вдруг вы хотите прозвание транзистор выпаиваете его и смотрите на плате обязательно есть обозначение база коллекторы митер и вот тут тоже обозначение вот они эмиттер коллектором эмиттер базы коллекторы митер эмиттер база коллекторы митер и pmp нпн переходы это опять сильно объяснять это короче как разновидности конденсаторов переходов дырок и так далее физики учили если если вам интересно то это уже нужно другое видео делать а тот кто понимает мое видео тому бедному можете закрывать его так дальше 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 все наверное прошлись мы полностью по всей шкале я думаю фон все стало понятно нет пишите в комментариях спрашивайте я отвечу если без оскорблений то я отвечу спокойно по-человечески все объясню если кому интересно может попросите какое видео сделать еще дополнительные все всем пока подписывайтесь на мой канал я вас жду постараюсь зима пришла постараюсь побольше видео выкидывать все всем пока